Много, конечно, зарубежной общественности, которые высказывают слова искренне, а почувствуются болезнь. Раджа Аптаваров, Иран Ру. Мария Владимировна, ну, традиционно стало, что с CNN ассоциируется fake news. Совсем недавно Сергей Лавров стал автором выражения fake questions. Я сейчас претендую на то, чтобы стать автором выражения fake information. Дело в том, что во многом эскалация напряженности вокруг Ирана и отправка авианосца в зоне Присидского залива базируются на информации, которую Израиль предоставляет Соединенным Штатам и другим странам. И почему-то эти страны достаточно уверенно и достаточно серьезно относятся к информации, которую спецслужбы Израиля для них предоставляют. Много раз было, что они на самом деле были фейковыми. Вот только что вы сказали, что определенное влияние России имеется на Израиль, в том числе освобождение двух сирийских граждан из израильских тюрем. Не пора ли все-таки на высоком российском уровне поговорить с руководством Израиля, для того чтобы все-таки вот этими провокационными и необоснованными информациями не снабжали Соединенные Штаты и не провоцировали новый виток напряженности в регионе, поскольку все-таки американцы во многой в сильной степени зависят из израильского лобби и у себя, и на международной арене. Вы знаете, мне кажется, что вы сейчас попытались переложить часть работы, которую должны делать именно средства массовой информации на исполнительную власть. Мне кажется, что это именно средства массовой информации должны заниматься тем, чтобы находить, разоблачать фейковые новости и действия, которые основаны на фейковых сообщениях и так далее. Я сегодня целый блок посвятила тому, как российские представители исполнительной власти, силовых структур, как так и представители гражданского общества, в частности по вопросу белых касок, проводят как раз работу по разоблачению фейковых историй, причем глобального уровня. Белые каски – это один из ярчайших примеров, очень серьезных примеров такого глобального, глобальной фейк-индустрии. Поэтому со своей стороны мы работу делаем. У нас на сайте есть рубрика «Примеры публикаций, содержащих недостоверную информацию». Мы, безусловно, в контактах с партнерами обращаем на это внимание, причем делаем это регулярно. Мы подвергаем критике те фейковые высказывания, которые делаются нашими зарубежными оппонентами, коллегами и так далее. Вы об этом тоже знаете. Но, мне кажется, неправильно снимать с средств массовой информации, с журналистов, вот эту функцию по разоблачению фейков. И от вас очень многое зависит, как от представителя средств массовой информации, которое популярно в регионе. И, помимо всего прочего, это можно и нужно делать через постановку вопросов на этот счет. И тот вопрос, который вы адресовали мне, неплохо было бы адресовать тем странам, которые вы и обвинили в действиях, основанных на фейковых материалах. У них действует посольство здесь, например. У них тоже есть пресс-службы внешнеполитических ведомств и так далее. Спасибо. 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 Спасибо.